Что делать, чтобы как-то бороться со слизнями? Ну, борьба эта очень трудная и сложная. Ну, вот вы, наверное, видели, что очень часто обрывают нижние листья. Я вообще не сторонник обрывать нижние листья. Но в этом году столько много слизней, что невозможно как-то справиться. И вот в хорошую погоду, я оборвала все нижние листья. Когда воздух теплый с ветрами высушил землю, и слизни как ушли, часть я раздавила, все. И тогда на ножке капуста отошла от земли, и слизни уже в нее снизу не залезут. И ваша капуста будет в целости и сохранности. Вот такой старый дедовский способ спасаться от слизней в огороде. А слизней много, потому что наш климат поменялся. Поэтому придется вспоминать старые способы. При обнаружении слизней я пользуюсь луком. Один колпачок растворяю на 10 литров воды. Обрызгиваю опрыскивателем вот таким вакуумным. Вокруг растение, чтобы не попадало на корни. И вокруг грядок, если тля заводится тоже, под вишней. Или растворяются и уходят. Я вечером побрызгиваю обычно, потому на ночь, уже когда ветра нету и солнышка нету. А утром их нет. Или они уползают, или они просто растворяются в этой жидкости. Против слизней химические препараты бессильны. Слизни уходят в глубину на зимовку. И при неблагоприятных для них условиях они тоже уходят на глубину. Их сложно оттуда достать. Поэтому единственный вариант, который возможен, это механический отлов. И уничтожение физическое. Как это сделать? На этом огороде в нескольких местах разложены ловушки. В качестве ловушки может быть лист капусты, лист кабачка, арбузная корка или просто древянная дощечка. Когда мы ее поднимем, вот они. Взять чашку, насыпать туда соли, немножко водички чуть-чуть, собирать и туда складывать. Давить их, ну просто, знаете, другого слова нет, мерзко. А как их по-другому уничтожишь? Их просто отлавливают и в солевом растворе их потом помещают в солевой раствор, а они там просто гибнут. И потом вот этот солевой раствор, надо помнить, что его на огороде выливать нельзя. Соль – это яд для растений. Есть специальное захоронение, ямка в уголочке сада, где ничего не растет. Вот туда их и складывать. Слизень покрыт клейкой массой такой, предохраняющей его существо от испарения, от неблагоприятных условий. И для того, чтобы вот… Это им хорошо, но нам-то от того, что слизни есть плохо, они в этом году очень здорово поели капусту, поели молодую рассаду, огурцы даже, на луке, вот мне садоводы говорят, на луке, на гладиолусах встречались слизни. И сделали единственный вывод – сухие, молодые, новые опилки. И обсыпать вот землю под капустой, землю под огурцами, землю под помидорами. Просто присыпать, сделать типа мульчи, барьер. Почему? Опилки сухие, колючие, через них очень сложно проползти. И я не скажу, что они погибли, но они с того места ушли. Субтитры создавал DimaTorzok